Всем привет! А знаете, что в Москве есть настоящая Unter den Linden? Так москвичи в начале 20 века называли Поварскую улицу. И сегодня мы прогуляемся с вами по ней. Название улицы возникло в честь Поварской Слободы, которая обосновалась здесь в 16 веке. Именно поэтому топонимика этих улиц и переулков носит интересные названия – ножовый, скатертный, хлебные переулки. А это здание достаточно интересное само по себе – памятник архитектуры авангарда. Но мало кто знает, что именно как раз на этой лестнице снимались сцены знаменитого кинофильма «Москва слезам не верит». До 30-х годов прошлого столетия на этом месте располагалась церковь Рождества Христова. Но новой советской власти она не понадобилась. И на месте нее построили здание для политических каторжников царского режима. Но, правда, это здание тоже недолго использовалось по своему первоначальному назначению. В 30-е годы начались репрессии, и в итоге здание отдали для театра киноактера. Здание театра было спроектировано архитекторами-братьями Весниными и является одним из самых ярких представителей московского конструктивизма. В чем же, собственно, заключался конструктивизм? Архитекторы той поры восхищались конструкциями новых материалов – железобетона и сталью. И считали, что конструкции сами по себе совершенны и не требуют никакого украшения. В самом начале 20-го века улица стала застраиваться роскошными особняками. Самый яркий из них – особняк банкира Шлосберга, построенный в начале 10-х годов. Настоящий итальянский дворец. О в архитектуре Венесанца напоминает такой вот мощный фасад с рустовкой под камень и настоящее венесанское окно на втором этаже. Сейчас в этом здании находится резиденция посла Германии. Рядом со совняком Шлосберга находится еще один особняк – особняк фабриканта Миндовского, яркий представитель московского модерна. Москвичи не сразу приняли стиль модерн. Многие заказчики считали, что этот стиль слишком вычурный и очень откровенный. А критики нелестно отзывались об этом стилевом направлении. Поэтому эпоха московского модерна была короткой, но оставила нам очень яркие особняки. Это творение было спроектировано известным московским архитектором Львом Кекушевым. И он вдохновлялся природными мотивами. Посмотрите на эти изящные изогнутые линии. А этот замечательный особняк был построен сразу после пожара 1812 года и является одним из лучших представителей московского ампира. А бампири здесь напоминают вот такие вот простые изящные колонны и львиные маски. Ну а самое интересное здесь – настоящие сохранившиеся светильники 19 века. Владелец этой усадьбы, князь Гагарин, любил лошадей и выстроил здесь целый настоящий манеж. Правда, сейчас он используется не по назначению. Здесь расположен обычный офисный центр. В памяти Горького стоит здесь не случайно. Дело в том, что сейчас в здании находится Институт мировой литературы имени Горького. Музыкальное училище имени Гнесиных было основано 125 лет тому назад, а вот на Поварской улице оно обосновалось в послевоенный период. Музыкальное училище имени Гнесиных было основано пианистками, выпускницами Московской консерватории Евгении, Еленой и Марией Гнесиной в доме по Кагаринскому переулку. Идея основать училище зародилась у них еще в 90-х годах 19 века. Учреждение предназначалось для детей и взрослых. Некоторые из них занимались бесплатно. Первые годы работы училища сестры Гнесины были единственными педагогами. Сейчас это два разных здания. Одно с колоннами является ярким представителем сталинской архитектуры, а другое ярким представителем советского модернизма. А это здание вы наверняка знаете из фильма. Иван Васильевич меняет профессию. Храма Симеона Столпника, построенный в 17 веке. Каменная церковь была построена в 1676 году по указу царя Федора Алексеевича. А вот до этого на этом месте стояла деревянная церковь, которая появилась в 1625 году. И по одной из версий она была освящена ко дню венчания на царство Бориса Годунова, так как этот день пришелся на праздник Симеона Столпника. В этом храме произошло тайное венчание крепостной Просковьи Жемчуговой с графом Шереметью. Ну а последние годы прихожанином этого храма был Николай Васильевич Гоголь. На этом все. Сегодня мы с вами прогулялись по одной из самых фасольских улиц Москвы. Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома и смотрите нас онлайн. Музыка. Ура.